друзья привет с вами никита компания сферокар и наконец-то могу поздравить вас с тем что вы дождались потому что каждый раз когда мы выставляем видео все просят показать последнюю камрюху не будут долго тянуть интригу встречайте красотку toyota camry 2019 года 9 поколение с правым рулем спросите почему мы не показывали вам эту машину раньше а все элементарно потому что мы их и не привозили собственно говоря что же изменилось теперь почему привезли почему решили показать а привезли потому что на дворе 22 год друзья и как только начались вот эти вот политические экономические волнения все дилерские тачки в том числе и леворульные камрюхи нашей знаменитой питерской сборки стали стоять по три три с половиной миллиона рублей и все ребята которые фанаты этих этих тачек камрюх рафчиков в основном это все ребята запада стали смотреть в сторону автомобилей с правым рулем поэтому сегодня друзья разберемся в чем же отличие нашей питерской точнее вашей питерской сборки от нашей камрюхи с правым рулем разберемся в комплектациях поговорим о внешке вообще о седанах бизнес-класса каковыми считают камрюх на западе ну и как всегда давать начинать начнем с внешки как положено сразу скажу что визуально это тачка действительно мне нравится больше всего не в том плане в плане что больше чем другие тачки вообще какие были бы не были но если вообще говорить о камрюхи то я в первую очередь буду говорить что семидесятка очень красивая очень красивая при том что у нас сегодня комплектация в комплектация называется w.s. laser package там laser boy и куча всяких добавочных слов в общем это топовая комплектуха и уже завода камрюхи предлагаются в двух тюнинговых обвесах это trd и моделиста у нас сегодня на обвесе trd красотка но забегая вперед скажу что даже без обвеса даже на стоковых бамперах она выглядит реально стилёво напоминает первым образом мне пред не предыдущий даже а через кузов в общем сороковой сороковой кузов которая по вашему акула да по западному называется есть сходство потому что пятидесятка она такая немножко по квадратнее поскурпулезнее это опять более вытянутая губастая у нас появились вот эти зауженные фары как во всех вообще тойотах нового поколения данной любой практически модели фары становится все длиннее и уже родное тойотское литье кстати говоря на всех почти новых тойотах да идет подобного типа литье и вот это нюанс стоит уже вообще не сильно визуалом заморачивалась на раньше они делают как бы машину на стабильности и камрюха по большему счету большом никогда не считалось вообще автомобилем бизнес-класса пока на западе и почему-то вдруг не взлюбили да это одноклассник королу всегда был но ушел уже в бизнес-клад куда-то от литья хотел сказать что стилевое литя что все тойота ставят вот эти вот хромированные с черными вставками можно вообще ничего не идет некоторые заморачиваются проваливают я ставлю такие типовые диски я бы оставил так даже стрд обвесом выглядит вообще абсолютно самодостаточно небольшой спойлер ок на концовке багажника у нас задний бампер также trd но не знаю по моему немного борщ конечно стоки может быть посерьезнее она выглядит но опять же друзья на вкус и цвет в общем про визуал рассказывать особо смысла не вижу потому что вы видите это все сами и действительно . стала красивее по сравнению со скучной довольно таки пятидесяткой здесь есть на чё посмотри давайте заглянем техничку друзья посмотрим что у нас заставляет двигаться эту камрюху и чем-нибудь порадовала ли тойота нас в этом поколении до порадовало а 25 а называется мотор все камрюхи в семидесятом кузове как и в пятидесятом из японии на правом руле идут только гибридные вы можете получить гибрид с двигателем два с половиной литра а 25 а он называется на переднем либо на полном приводе в прошлом поколении гибридная установка была на 105 киловатт в этом же с мотором а 25 а ее сделали всего на 88 но мощность бензинового двигателя увеличили до 178 лошадиных сил чуть позже прокатимся посмотрим к чему это привело я скажу что все равно вы посмотрите но скажу уже сейчас что вполне хватает для городских реалий даже более чем гонка не гонка ладно давайте уже прокатимся разберемся там все увидим в общем как и все тойотские гибридные автомобили эта тачка работа на спаре с планетаркой поэтому по технички по обслуживанию по надежности вопросов никаких у вас сразу не должно быть есть возможность переключения в режиме лепестков 6 псевдо передачи вам предлагает но здесь принцип такой же как у автомате искусственного держания в одном положении поэтому но для любителей что-то создать себе какую-то механику движения можно этой штукой пользоваться так ничего больше нового не прибавилось здесь добавили немножко как сказать виброизоляции здесь только на гидравлических подушках стоит мотор на четырех штуках то есть никакой резины здесь максимально заморочились по шумке в этом поколении потому что в прошлом жаловались оказывается на камре жалость на шумоизоляцию здесь добавили этого добавили вибро пересадили все на гидроподушки силиконовая и вообще тачка сейчас не вибрирует ни капельки не знаю кто жаловался на пятидесятку потому что мне он тоже казалось очень спокойно очень такой автомобилем который прям убаюкивает сел и поехал прокатимся разберемся друзья обратите внимание вот на вот эту решетку как это не жабо получается верхняя крышка бампера черная у нас здесь отчетливо виден воздухозаборник с левой стороны да если смотреть право по ходу движения и с этой стороны есть точно такая же заглушка думайте это для чего для леворульных автомобилей у которых воздухозаборник с другой стороны в общем непонятно абсолютно симметрично я сделал эту решетку с двумя заглушками кто знает ответ пишите будет интересно мне лично буду сидеть читать итак друзья на самом деле по секрету вам скажу что мы уже снимали одну камрюху вот просто так получилось что не все кадры сохранились и поэтому сегодня мы находимся в другой камрюхе но про то тоже мы сегодня узнаете короче когда я садился после обзора кузова в салон я сказал что внешне она мне нравится больше чем внутри на самом деле садясь сюда хочется сказать что все таки насколько решает различие комплектации прошла коров который мы снимали она была простенькой комплектации у нее не было кожи была на тряпке был немножко попроще пластик салона и выглядела максимально прям скучно я не сказал что прям плохо да но она вгоняла в легкое такое уныние то есть становилась и тачки без души машина без души садясь сюда чувствуешь все таки что да какое-то причастие к классу люкс премиум седанов есть повод этой прострочки это все видно по вставкам вот этим под кожу это кожа же никакая вот и как кожа кожаные сидушки черный вот этот лакированный пластика по салону тоже классно ну то есть чувствуется уже что заморочились уже не сидишь какой-то короле хотя сейчас новые королы тоже видели жирный комплект ухах там дай бог вот эта штука на ощупь очень приятно очень мягкий я не знаю что это такое но выглядит издалека слишком крупная текстура ну что-то схожие с пенопластом я не знаю такое видел фальсвагенах и теперь вот в каждую машину сажусь где есть вот такая текстура крупная мне кажется что это зашлифованный пенопласт придираюсь скажете вы придираюсь скорее всего так и есть на самом деле нормальный салон вот эта штука мне не нравится вот это вот самый дешевый неприятный пластик который в камрюхе топовой комплектации могли бы уже и обшить хотя бы чем-нибудь на светлый потолок черного не хватает можете уже начинать писать комментарии мы и так про это знаем по коже тоже есть вопросы на самом деле если придираться да но посмотрите на вот это вот она как будто как будто перешили так это чехол какой-то отдельный и вот так вот можно мне кажется вот год поездишь на ней она замусолиться и будет вот так вот болтаться вот так как на бабушкином кресле в целом в целом нормальный салон вот это самое такое наверное слово который сегодня максимально подходит нас к автомобилю нормальная машина ничего супер выдающегося но того чтобы что-то не хватало нету по материалам да есть вопросы вот этим крутилкам вот этим штукам но по интерфейсу по всему остальному до класс в ногу со временем если бы я выбирал себе седан подобного класса я бы все равно выбрал аккорд и по визуалу ну хотя по визуалу камрюха может быть даже пободрее вот по салону сер 7 если брать да с этими кнопочками селектора по динамике сейчас посмотрим еще прокатимся вот ну и по материалам конечно honda на уровне уже идет к тойоте сильно вопросов нету но мне кажется скоро начнем говорить что тойота уже отстает прям посмотрим назад друзья ничего необычного про заднюю часть не скажу нормально не то чтобы очень много места но хватает запасом переднюю сидушку я откинул отодвинул назад ну это не до конца мне хватает места и спереди и сзади вполне нет возможности у вас вот так вот вручную открыть спинку до сидушки и залезть багажник достать какую-то какую-нибудь штуку да но я знаю что с багажника как-то спинки можно откидывать чтобы не говорить сюда за свой вот в целом да нормально все автоматически у нас открываешься полные стекла вот здесь интересная текстура да на всех дверных картах кстати говоря мне пораз почему-то не отметил сразу вот такая вот хромированная полоска переходящая плавно в ручку стильно 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 строго ничего лишнего ничего вычеркну если обвес эти поснимать то получится прям вот идеальный автомобиль такого приличного семьянина с усами еще серебристого цвета и и сделать и растонировать круг и на штамповке джигулевских блин чай за нафантазировал короче два у нас есть сопла воздуха дува от печки чтобы задние пассажиры у вас не замерзли и 2 usb дырочки на 2 1 ампер это тоже очень важная штука в современном мире чтобы у каждого из ваших детишек или друзей просто были свои ячейки под зарядку на чтобы не дрались за место прикурители актуалочка пойдем багажник глянем что необычного можно узнать о багажнике в седании ничего потому что это всего лишь седан и как вы уже могли заметить я часто на самом деле говорю это в наших обзорах что седан то реже заказывать японии большинство что там потому что там тоже седан поменьше становится только бизнес всякие крутые штуки в общем большинство переходит на более практичные хэтчбеки универсалы минивены кроссоверы но тем менее если вы купили седан и хотите что-то класть багажник багажник у вас есть 524 литра объем вполне себе достаточно хочу я вам сказать нашел что это календарь на 2022 год знаете кому он достанется мне хотел сказать нет это портанула клиенту который у нас приобрел эту коврюху потому что у него теперь есть японский календарь вот у нас есть возможность положить запаску здесь конечно ремкомплект но полноразмерное местечко есть для запаски и есть возможность открыть спинки сидушек вот такую кнопочку нажав с одной стороны либо с другой только с багажника это может сделать и по идее если бы мы сейчас снимали субару или honda они будут так чпунь и откинулись а поскольку мы снимаем toyota это надо так засунуть ногу и пихнуть я или руку вот вот теперь только можно грузить туда ваши любимые доски что-то длинные ящики огромные с рассадой или гигантские сумки для клюшек для гольфа всякий не говорит в общем вы поняли пару слов про клиренс друзья 145 миллиметров почти 150 150 это как у коровы короче для города кайфово в лесу на ней естественно не поедете для пересеченки для наших российских дорог предостаточно опять же не забывать что всегда есть возможность ее приподнять здесь у нас стоят восемнажки народ ставит на них и двадцатки и девятнажки наматывает кэш изоленту вместо резины тут дело ваше я бы оставил как есть потому что по ощущению комфортности по проезду вот это вот вот этих вот колдобин которые вы дорогами называете да у нас не знаю как ваших городах уважаемые любители камрюх вот но для нашего города вполне предостаточно что я могу сказать об управлении этой тачкой во первых по посадке до максимально вниз опустил сидушку мне неудобно сидеть все равно какое-то ощущение табуреточности что в аккорде что в крауне садишься ты вытягиваешь ноги прям вперед и сидишь как в гонке при желании далее вы поднимаешь сидушку наверх и сидишь уже как на табуретке если ты любишь сидеть на табуретке я не люблю сидеть на табуретке но приходится сидеть поэтому это минус определенно ко всему остальному по посадке претензий нету по регулировкам все нормально памяти здесь нету конечно не фига я не знаю бывает ли нет опционально по управлению тачки очень она мягкая это прямо в городе это подкупает на самом деле что прошлый раз я снимал сразу на трассе сказал что блин чересчур мягко болтается вот я сейчас еду по городу она прям проглату этот этот все неровности все кочечки одним словом камри 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 и осталось очень мягкая по трассе я знаю что ее болтает в прошлый раз гонялись кстати говоря когда мы снимали прошлую камрюху мы чтобы уже для полноты картинки да поскольку я постоянно сравниваю ее с аккордом устроен несколько заездов чтобы понять все таки кто из них круче вот что получатся и 3 раза я пытался догнать аккорд на камрюхе с первого раза мне почти удалось даже удалось до в самом самом конце уже перед финишной линией но скорость уже была сумасшедшая когда чисто объемом уже объемом двигателя это гонка решается остальные два раза когда илюха переключил спорт режим он мне не оставил никакого шанса поэтому по динамике хонда до сих пор остается в топе и по устойчивости на трассе вот по сравнению с аккордом но камрюх очень сильно отстает когда начинается вот такие вот у нас волны по трассе ее начинает разбалтывать и пёс его знать когда это все прекратится вот а в целом да классно нормальный седан едьте просто осторожнее и объезжайте кочки тогда все будет у вас под контролем что безопасность это самое главное друзья вижу повисший в воздухе вопрос про цены сколько стоит такая красотка а сейчас я вам расскажу очень очень сильно много денег я бы так сказал если бы это было другое время немножко поскольку сейчас у нас июнь 2022 года и доллар 62 рубля вот такую красотку по самому минимуму можно привести от одного миллиона шестьсот пятидесяти тысяч рублей и это самый низ естественно без TRD обвесов ни WS комплектации и так далее все в зависимости от опции состояния и пробега может практически в два раза увеличить цену вот это красотка обошлась около трех миллионов но мы не покупали в марте месяц или в апреле так скажу что за два с половиной можно взять вообще самую жирную примерно в таком состоянии в общем кого бы я предложил еще как альтернативу конечно же аккорда конечно же аккорда сер седьмого можно взять в этот же бюджет по внешке соглашусь с вами уважаемые любители камрюх до камри красивей камри красивей и все во всем остальном я бы выбрал аккорд но опять же это я почему мы никогда в итоге не возили камрюхи потому что большинство клиентов которые звонят с дальнего востока понимают что в этот же бюджет можно рассмотреть опять же аккорд либо чуть-чуть еще добавить и взять уже crown который друзья который в принципе crown crown есть crown и тут ничего против этого я думаю никто не скажет тачка которая топ в принципе среди всех седанов которые есть хотя бы в японии дальше уже там сами решайте в завершении проценты что хочется сказать ковырялся на дроме смотрел сколько стоят дилерские тачки с левым рулем нашел какую-то камрюху двухлитровая версия новая 22 года стоит за 3 что-то 330 и указано что приобретая эта цена достигается путем получения скидки сдав ваш старый автомобиль в трейд-ин и плюс к этому еще вам будет навязан пакет каких-то дополнительных опций которые нужно приобрести тоже что-то тысяч на 300 типа ковриков в салон или шторок на радиатор в общем какая-то ерунда зачем это нужно когда вот такую красотку можно привести еще на гибридной платформе еще и на полном приводе от миллиона 600 так что расставляйте приоритеты друзья обращайтесь к нам и мы посмотрим вот такую красавицу но правый руль правый руль расставлять приоритеты повторюсь поэтому друзья помните что в японии есть автомобиль для каждого и возможно где-то там уже ездит ваша будущая малышка подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч и сфера кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставке растамаживанию и отправке по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера кар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля м м м м м Продолжение следует...